Ребята, всем привет! Меня зовут Хэлф Натали, я натрицолог и я рада видеть вас на своей кухне. Сегодня у нас с вами очередной рецепт. Если вы подписаны на мой инстаграм, то видели, что действительно я готовлю его просто каждую неделю без преувеличения. Это яблочный пирог, в котором очень много яблок и совсем мало теста. Там нет ни грамма сахара, я его готовлю без глютена, без молочки, поэтому если вам актуально, если вы хотите попробовать, то обязательно продолжайте смотреть этот ролик. Я уверена, что вся ваша семья будет стать от него в восторге. Итак, что нам понадобится для нашего яблочного пирога? В первую очередь это, конечно, яблоки. У меня белый налив, они достаточно спелые, я беру прям с кожечкой, главное их хорошо вымыть, почистить, потом будем нарезать на долечки. Овсянка я беру долгой варки, здесь где-то 155 грамм на мое количество яблок. Будем заливать ее молоком. Можно брать абсолютно любое, либо если вы едите коровью молочку, можно заливать кефиром, тоже будет вкусно, нам главное, чтобы наша овсянка разбухла. Дальше нам понадобится немножечко муки, я взяла две столовые ложки амарантовой и две столовые ложки гречневой, но можно использовать абсолютно любую, какая у вас есть, пшеничная, даже подойдет рисовая, какая угодно. Сода для того, чтобы погасить ее уксусом и, собственно, использовать как разрыхлитель. Немножко грецких орехов, изюм предварительно его будем замачивать, специи, конечно же, корица. Ванилин тоже для вкуса и форма, я ее уже предварительно смазала кокосовым маслом. Ну что, будем начинать. В самую первую очередь нам необходимо соединить все наши сухие ингредиенты и залить их молоком, чтобы все это немножечко постояло. Берем овсянку, высыпаем гречневая мука, и амарантовая мука. Напоминаю, можно брать любую. И молоко тоже берем на глаз. Не жалеем, все это немножечко разбухнет и, соответственно, себя все это впитает. Хорошенько перемешиваем. В идеале можно это все сделать с вечера, оставить на ночь и тогда у вас уже будет все готово. Либо можно просто дать постоять хотя бы часик. Вот такой вот густоты массы у нас получается, и мы все вот это вот отправляем настаиваться. Дальше мы берем изюм, и заливаем его горячей водой, чтобы он подразбух. За счет изюма у нас, в принципе, будет создаваться главная сладость в нашем пироге. И отправляем тоже его разбухать. Покажу вам еще один важный ингредиент, который я забыла добавить в изначальный набор продуктов. Это яйца. Куда же без них? Две штучки на наш пирог будет достаточно. Музыка. 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 Итак, мы нарезали наши яблочки. Вы видите, что их получилось очень много, а места для теста совсем мало. И теперь нам нужно тщательно посыпать их специями. Я использую вот такую вот сахерп, здесь смесь разных пряных специй, и буду брать чистую корицу, чтобы было прям очень ароматно. Поехали. Засыпали специями и перемешиваем. Пожалуй, я добавлю еще немного специй. Их много не бывает. Наши яблоки готовы. В принципе, вот в таком виде мы их будем тестом и заливать. А мы, тем временем, переходим к тесту. Овсянка немножечко постояла, набухла, и, собственно говоря, можем отправлять ее в комбайн, либо, если у вас есть какой-то погружной блендер, можно взбивать им. Музыка. Музыка. Сюда же отправляем 2 яйца. Музыка. Музыка. И тщательно все это перемешиваем. Музыка. Музыка. Итак, все у нас уже перемешалось. Посмотрите, оно получается достаточно жидкое. В принципе, нам такое и нужно. Делать густыми его совсем не обязательно. Теперь мы добавим сюда соду и погасим ее уксусом. Аккуратно распределяем все по соде, чтобы полностью вся сода хорошо погасилась. И теперь все это аккуратненько перемешиваем. Лучше делать это вручную. Обратите внимание на консистенцию теста. У меня стояло сейчас не очень долго, поэтому у меня остались кусочки овсянки. Если у вас постоит дольше, например, ночь, то вот этих кусочков у вас не будет. Но это, в принципе, абсолютно без разницы. Музыка. Начинаем окончательно собирать наш пирог. Посыпаем его изюмом. Мы его уже предварительно замочили и помыли. Просто по поверхности ровненько, равномерно его рассыпаем. Яблоки сами по себе достаточно сладенькие. С корицей они еще вкуснее. Я обожаю сочетание яблок и корицей. Мне кажется, он просто божественный. Еще изюм добавить сладости. В общем, не переживайте, вам будет очень сладко. И сюда же высыпаем грецкие орехи. Мы их уже предварительно немножечко измельчили. Они запекутся и дадут просто божественный аромат. Но, конечно, это не обязательно ингредиент. Но, если вы их любите, можно добавлять даже много. Можно и в тесто дополнительно добавить. Хуже точно не будет. Теперь берем наше тесто и все это равномерно заливаем. Все залили. Теперь немножечко дадим место, чтобы наше тесто добралось до низа. Теперь нам осталось отправить наш пирог в духовку. Я ставлю духовку на 160 градусов с обдомом. Все, теперь выпекаем примерно 45 минут в час, чтобы яблочки успели хорошо пропечься. Прошел час и мы можем открывать наш пирог. Вот такой он прекрасный, ароматный и, поверьте мне, безумно вкусный. Всем рекомендую приготовить. Покажу вам кусочек в разрезе. Видно, насколько он прекрасный, сочный, нежный и ароматный. Добавить кофейку, чайку и можно наслаждаться. Я готовлю этот пирог один раз в неделю. Разрезаю на кусочки, складываю в контейнер и отправляю в холодильник. Он отлично хранится и действительно может пролежать не только неделю, но и две. Но у меня обычно он расходуется гораздо быстрее. Я очень вам рекомендую приготовить. И увидимся с вами совсем скоро в новом ролике. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok